370 сетилайтов с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны отныне можно увидеть по всему городскому кольцу. Эти снимки – результат трехлетней работы Творческого Союза «Севастопольский фотосалон». Мы благодарны ветеранам за их труд, за их жизнь, за их подвиг великий. Хочется сказать им огромное спасибо. И такой небольшой лептой мы, наверное, внесли свою часть благодарности этим великим людям, этим большим людям. Теперь горожане вместо порядка поднадоевшей рекламой могут увидеть лица тех, кто приблизил великую победу – героев, своих бойцов. Мне очень приятно вместо прогулки наблюдать не на названия брендов, а на людей, которые жили, вложили свою жизнь, свои силы для того, чтобы поколения росли. Информационно очень. Люди должны знать своих героев, которые защищали наш город, нашу страну. Во-первых, фотографии замечательные. Очень все как-то так душевно и проникновенно. Гораздо приятнее смотреть на лица тех людей, которые нас защищали, и благодаря которым мы сегодня живем в мире и спокойствии, чем на какую-то рекламу. В честь Дня Победы Сергей Миняйло объявил время без рекламы до 15 мая. На билбордах и сетилайтах по центральному городскому кольцу должны быть размещены только портреты ветеранов, фотографии военных лет или патриотические плакаты ко Дню Победы. 2 мая он лично проверял исполнение указа. Я сейчас объезжал город, смотрел в том числе и то, что сделано. В некоторых местах это сделано. В других местах, я смотрю, еще реклама есть. Но я думаю, мы все равно добьемся своего и будем чтить тех людей, которые победили в этой страшной, великой, но отечественной войне. Сергей Миняйло рассказал, с теми, кто так и не снял рекламу, церемониться не будут. Просить их о том, что надо идти на встречу, никто не будет. Есть закон. Если я законодательно своим решением объявил до 15 числа время без рекламы, то они нарушают мое решение. На их счетах будут портреты и будут фотографии ветеранов. На их счетах будет реклама, посвященная 9 мая. А впоследствии мы подумаем, будут ли вообще рекламные счеты стоять там, где они стоят. Есть еще неприятный момент. Некоторые плакаты с портретами ветеранов разместили в грязные, поцарапанные сетилайты. Участники севастопольского фотосалона говорят, это просто неуважение к людям, защищавшим наши жизни. Мне очень корректно и грамотно то, что билборды и сетилайты никто не помыл. То есть до того, как развешивать фотографии, остались где-то поцарапанные стекла, где-то испачканные стекла на лицах. Ну, то есть некрасиво. Но 5 мая все это будет решаться. Дети нам помогут. Они почистят, вымоют. И очень приятно, что они отозвались. Дети-волонтеры. Разбавив сгустившиеся краски, Сергей Минялой рассказал и про подарок для ветеранов, который преподнесут ко Дню Победы. 8 мая будет показан фильм «Море в огне», который восстановлен благодаря правительству Москвы и вмешательству, не вмешательству, а с согласия и с помощью мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Это тоже наш подарок ветеранам. Также 9 мая Севастопольский фотосалон порадует всех масштабной выставкой «Посмотри на своих бойцов». У памятника затопленным кораблям развернется экспозиция с 700 снимков. Сюда войдут фотографии мирного и военного города, а также все снимки ветеранов, которые успели сделать участники Севастопольского фотосалона за последние три года. Елена Корнухова, Деливер Меджитов, программа «Наше время». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...